Предлагаем вашему вниманию наш разбор небольшого эпизода из сериала Друзья, который условно можно назвать «Знакомство с Рэйчел». Видишь ли, я не хочу быть холостым. Сингл – холостой, одинокий человек, лицо, не состоящее в браке. Я просто хочу быть снова женатым. А я просто хочу миллион долларов. Рэйчел? О Бог, Моника, привет! Слава Богу! Рэйчел? О Бог, Моника, привет! Слава Богу! Рэйчел? О боже, Моника, привет! Слава Богу! Я как раз ходила к тебе, и тебя там не было. И потом парень с большим молотком сказал, что ты, возможно, здесь. И ты действительно здесь. Ты здесь. Принести вам кофе. Без кофеина. И так, народ, это Рэйчел, еще одна пережившая старшую школу Линкольн. А это народ. Вот Чендлер и Фиби. И Джоуи. А помнишь моего брата Росса? Sure. Hey. Конечно. Привет. So you want to tell us now or are we waiting for four wet bridesmaids? So you want to tell us now or are we waiting for four wet bridesmaids? В итоге ты расскажешь нам сейчас? Или же мы ждем мокрых подружек невесты? О боже. Ну, в общем, это началось где-то за полчаса до свадьбы. Я была в комнате, где хранились все подарки. И я смотрела на этот соусник. По-настоящему роскошный соусник от Лимош. Грейви-бот. Соусник. Соусница. Лимош. Небольшой городок, который является центром производства фарфора во Франции. When all of a sudden I realized. Как вдруг я поняла. Sweet and low. Сахарозаменитель. I realized. I realized that I was more turned on by this gravy boat than by Barry. I realized that I was more turned on by this gravy boat than by Barry. Я поняла, что меня больше возбуждает этот соусник, чем Барри. Turned on. Взволнованный. Возбужденный. Одержимый жаждой познания. Под кайфом. And then I got really freaked out. And that's when it hit me. И затем я была по-настоящему потрясена, когда до меня дошло... How much Barry looks like Mr. Potato Head. Как сильно Барри походит на мистера картофельную голову. You know, I mean, I always knew he looked familiar, but... I always knew he looked familiar, but... Я всегда знала, что он кого-то мне напоминает. Но... Anyway, I just had to get out of there and I started wondering... Anyway, I just had to get out of there and I started wondering... Как бы то ни было, я должна была выбраться оттуда, и я начала размышлять... Why am I doing this? And who am I doing this for? Why am I doing this? And who am I doing this for? Почему я это делаю? И ради кого я это делаю? So anyway, I just didn't know where to go, and I know that you and I have kind of drifted apart, but... Так или иначе, я не знала, куда мне идти, и я вспомнила, что мы как-то потеряли друг друга из виду. Drift apart. Разойтись. Терять друг друга из виду. Отдаляться всё больше и больше. You're the only person I knew who lived here in this city. But you're the only person I knew who lived here in this city. Но ты единственный человек, кого я знаю в этом городе. Who wasn't invited to the wedding? Who wasn't invited to the wedding? Кто не был приглашён на свадьбу? Oh, I was kind of hoping that wouldn't be an issue. I was kind of hoping that wouldn't be an issue. Эээ, а я вообще-то надеялась, что это не будет проблемой. В этой реплике Рэйчел встречаем так называемое future in the past, то есть будущее в прошедшем. Выраженное здесь при помощи вспомогательного глагола would, который является формой прошедшего времени глагола will. Также отмечаем, что многозначное слово issue в данной реплике следует переводить как проблема. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось наше видео. И подписывайтесь на наш канал.